Валерий Седов В течение февраля все жители дома по улице Пушкина 47 получат ключи от квартир. Это касается и жильцов первого подъезда, и второго. Об этом на встрече с собственниками квартир заявил заместитель главы администрации Рязани Михаил Рамодин. По его словам, остались небольшие недочеты, которые устранят в самое ближайшее время. Водяные счетчики до конца не установлены. Это мелочь, они завтра до обеда будут стоять. По электричеству подключение не до конца сделано. Завтра оно тоже в первой половине дня будет осуществлено. И газ работы тоже полностью выполнен, но собственно говоря сам ресурс, сам газ в трубу еще не подан. На встрече с жильцами дома по улице Пушкина 47 Михаил Рамодин говорит все как есть. И про степень готовности примерно 99%, и про сдвиг сроков из-за укрепления несущих стен, и про нынешние недочеты. С хозяевами каждый из квартир заммэра беседовал индивидуально. Не последнюю очередь в ускорении процесса сыграла и прокуратура, которая уже даже внесла представление подрядчику. Днем проводили осмотры квартир, то есть еженедельно проводится мониторинг состояния и состояние ремонта, то есть первый подъезд, скажем так, практически завершены работы по первому подъезду. После внесенных мер прокурорского реагирования подрядчикам усилена работа в этом направлении, и мы надеемся, что работы будут завершены в кратчайший срок. Вообще же на отсутствие внимания к своим вопросам жильцам этого дома грех жаловаться. Городские власти реагировали и реагируют на любую просьбу, даже, казалось бы, незначительную. Ну, чтобы труба была, чтобы можно было подключить машинку. А, отвод сделать, 50-й трубы? Да, вот, наверное. Можно? А можете себе пометить, чтобы не забыть? Потому что, ну, это элементарная вещь, которую, конечно, можно сделать. Если с первым подъездом все понятно, от квартир люди получат ключи уже в ближайшее время, второй к этому пока не готов. Но работы в нем уже тоже, в завершающей стадии. И до конца февраля этот вопрос городские власти обещают закрыть окончательно. В Рязани состоялась пресс-конференция регионального отделения движения первых. Подвели итоги уходящего года, выстроили планы на год следующий. Ориентир семейные мероприятия. Такую установку выбрали для себя в региональном отделении движения первых на 2024 год. Мероприятий пока запланировано два на весь год. Ко дню защиты детей, это фестиваль детства, и День семьи, любви и верности. А остальные задачи организации не корректировали. Большим событием движения первых в прошлом году основного утверждения программы воспитательной работы, в которых обозначены флагманские проекты будущего года, в том числе и по которой, конечно, должно устраиваться вот такое мировоззрение наше. Потому что когда мы говорим о программе воспитательной работы движения, то мы здесь говорим не только о школе. Это не примерный план воспитательной работы в школе, в котором, кстати, наполняемое движение, конечно, очень весомое. Это вам воспитательная работа и всего общества в целом. С февраля стартовал чемпионат по командным VR-играм «Миротворец». В нем школьники должны, что называется, прокачать патриотизм, сражаясь друг с другом на виртуальной арене. В этом же контексте военно-патриотические игры «Зарница 2.0». Вызов первых и всероссийский чемпионат пилотирования дронов «Пилоты будущего». В предстоящих соревнованиях, кстати, планируют разить друг друга не только мечом, но и словом. В Константиново пройдет финал всероссийского литературного марафона. Проект стартует в марте два года. Я хочу подаваться на сайте «Бузы движений». Но один из этапов проекта финальный – это «Блинный артур». Оттуда будут отобраны 300 ребятишек со всей страны. Пройдет здесь, в Рязани. Мы очень надеемся, что ваше отделение нам помогает вместе сделать классный «Блинный артур». Старт в марте. Номинации как классические, проза и поэзия, так и нестандартные – фанфикшн и комиксы. Категории две – «Школьники 9-12 лет» и «13-17». Финал пройдет в декабре. Главное же событие брифинга – подписание соглашения о сотрудничестве. В этом году первые проведут 28 крупных региональных мероприятий, которые должны собрать 27 тысяч уникальных участников. По самым скромным подсчетам. Дальнейшая судьба бывшего кинотеатра «Родина» будет решена ближе к концу этого года. Сегодня здание в оперативном управлении Рязанской областной филармонии, руководство которой намерено разместить здесь дом музыки. Последний фильм в родине, одном из старейших кинотеатров Рязани, и, кстати, культурном наследии города, прокрутили в сентябре 2010 года. Потом здание закрыли на реконструкцию. Здесь периодически размещали выставки, музеи, сдавали коммерсантам. И вот, наконец, кинотеатр передали в оперативное управление областной филармонии. Объявили, что будет здесь дом музыки. И вроде бы даже есть уже проектно-сметная документация, но до конца года движения пока не будет. В настоящее время имеется проектно-сметная документация. Она разработана проектной организацией «Ростехпроект». Оно в настоящее время требует корректировки. До сентября получим экспертное заключение. Сентябрь – это фактически завершение строительного сезона. А значит, к реконструкции Родины подрядчик приступит не раньше весны 2025-го. Судя по всему, губернатор на этот год тоже не рассчитывает. Средства будем выделять, как только появится проект. Да. Мы тоже вчера это обсуждали с Марией Александровной. Проект приоритетный. Здание действительно в центре города. Требует внимания. Потенциал у него большой. Надо, наконец, этот вопрос нам решать. Корректировка проекта связана с разработкой новой дизайн-модели интерьеров и обустройства филармонического концертного зала. Свои идеи подрядчик должен озвучить до конца июня. На площадке спортивного манежа главного управления МЧС России по Рязанской области сегодня стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту. В нашем регионе они проходят уже в пятый раз. В Рязань приехали 8 лучших команд Центрального федерального округа. Старта предможения участников 5-го заведения. Первый раз, что у нас есть, 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 что у нас есть. Ловкость, скорость, выносливость, смелость и воля к победе. Пожарно-спасательный спорт воспитывает много прикладных умений. Соревнования посвящены памяти Михаила Шабурова. Он возглавлял региональное управление государственной противопожарной службы с 1993 по 2001 год. За 12 лет службы уже, наверное, не сосчитать, какой раз по счету я в них участвую. Очень много, очень много. Каждый год они проводятся. Он развивает умение работать с пожарно-техническим вооружением, с рукавами, с лестницами. Ну и плюс это некий элемент психологической подготовки, потому что пробежать очень быстро по высокому буму, забраться на большой скорости на высоту четвертого этажа учебной башни – это тоже своеобразная физическая, психологическая подготовка. Чтобы добиться результатов и представить свою команду достойно, спортсмены тренируются по несколько часов в неделю. Накануне стартов отрабатывать дисциплины приходится до автоматизма. Личные дисциплины – это у нас преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Участник стартует, предрывает забор, потом бежит по муму, раскатывает рукава, соединяет разветвление трехходового и уже соединяет ствол и финиширует. А второй вид – это у нас штурмование учебной башни. Это за 30 метров участник с лестницы подбегает к учебной башне и залезает на четвертый этаж по этой лестнице и там финиширует. А еще есть командные дисциплины – пожарная эстафета и боевое развертывание. Пожарно-спасательный спорт направлен на повышение боеготовности подразделения пожарной охраны. Почему он прикладной? Потому что вот эти виды, которые выполняют спортсмены, они выполняются в том числе всеми пожарными, которые у нас проходят службы. Соревнования продлятся два дня. Завершающей дисциплиной станет подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Обещали и не дали. В Рязани завершено расследование в отношении мебельных мошенников. Под подозрением в мошенничестве были учредитель и директор организации. Подробности уголовного дела далее в сюжете. Больше 70 вещественных доказательств. Четыре обыска по местам жительства злоумышленников и их близких родственников. Это только часть всех следственных действий. Дальше уголовное дело на 16 томов. История довольно тривиальная. Была кампания по производству и продаже кухонной мебели. Заказы они принимали как от рязанцев, так и от москвичей. Вот только руководители фирмы негодовали, что доход у них маленький. Дескать, тогда и разработали коммерсанты свой хитрый план. Заказы-то они принимали, только вот мебель не делали. Хотя, говорят следователи, возможность такая у них была. Вместо этого денежные средства поступали на счета сообщников этих злоумышленников. По подсчетам следователей, этим они промышляли с августа 2021 по октябрь 2022. Потерпевшими по уголовному делу признаны 38 жителей города Рязани, Рязанской и Московской областей. Общий ущерб от совершенного преступления составил более 5 миллионов 551 тысячи рублей. 26 из 38 потерпевших до возбуждения уголовного дела обратились с гражданскими исками в районы и суды о Рязани и Московской области. Суды удовлетворили иски в пользу истцов. Первостепенная задача всех упомянутых оперативных мероприятий – установить местонахождение похищенных денег. В качестве вещественных доказательств изъято больше 70 различных объектов цифровых и бумажных носителей информации. Также проведен ряд подчерковеческих и технико-криминалистических судебных экспертиз. В ходе расследования установлено, что в период инкриминируемого руководителем преступления ими по договорам займов у физических лиц были взяты денежные средства на сумму около 5 миллионов рублей. При этом указанные долговые обязательства до настоящего времени также не исполнены. Также сообщники имеют долговые обязательства на сумму более 1 миллиона рублей перед фирмами, где они заказывали производство мебельной продукции, и перед арендодателями помещения, в котором располагался их офис. Предварительное расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание по статье «Мошенничество в особо крупном размере» – до 10 лет лишения свободы. Мюзикл к 8 марта начали готовить в музыкальном театре. Постановочная группа приехала специально из Хабаровска. Мы заглянули в святая святых на репетицию. В репертуаре музыкального театра мюзиклы есть, но этот обещает быть особенным, весь подход к нему совершенно иной, непривычный как для труппы, так и для зрителя. Режиссеры-балетмейстер много лет работают в тандеме, а это уже говорит о крепкой творческой коллаборации и выработанном стиле. Постановочная группа приехала из Хабаровска специально, чтобы поставить спектакль к Международному женскому дню. Мы стараемся создать настроение, настроение жаркой, знойной, эмоциональной Италии. Надеемся подарить всем хорошее настроение и праздник. Ведь все, что нам нужно, это всегда поддерживать друг друга во все времена, и чтобы светились глаза, и хотелось любить, жить и творить. Главную роль сыграет колоритная и яркая артистка, которую рязанские зрители знают хорошо. Вот только чаще всего ее голос звучит в опере, поэтому в постановке мы увидим ее совершенно с новой стороны. Хотя характер героини, по признанию самой солистки, ей близок. Для меня это такой первый опыт. Я никогда не пела мюзикли ни разу. А эта мюзикловая партия – это совсем другое звукоизвлечение. Это более естественная звуковая подача, она более близкая. Тут никаких не нужно придумать суперпозиции оперных и так далее. Конечно, мне близок оперный материал, конечно, я там как рыба в воде, но я как человек ищущий, как человек творческий, всегда хочу пробовать что-то новое. А вот для партнера солистки мюзикл – буквально родная стихия. Мы уже работали очень много мюзиклов Баскина, много, ну, слышали, конечно, и там Дунаевский тот же, да, вот потрясающая музыка. Здесь немножко, мне кажется, вот на мой вкус, на мое восприятие, это такая немножко атмосфера каких-то по звуку. Вот 80-х, вот немножко 70-х мы вот куда-то туда возвращаемся к истокам жанра, как будто бы. Результаты Творческого Союза и этой молниеносной постановки можно увидеть в преддверии Международного женского дня. Билетами рекомендуем запасаться заранее. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин